Из поколения в поколение по случаю Дня Металлурга мы рассказываем о трудовых династиях по НТЗ, о семьях, в которых опыт старших родственников перенимают дети и внуки, связывая свою жизнь с производством. Специальный репортаж о вековых семейных традициях подготовил Никита Нехорошков. Подписать документы, посмотреть отчеты, согласовать заявки на продукцию. Начальник цеха складского хозяйства Дмитрий Потапов на предприятии работает больше 30 лет. Девять из них руководителем. Путь по карьерной лестнице мужчина начал во время студенческой практики. Я тогда пришел к моей маме, она работала здесь кладовщиком, и посмотрел, где она работает, как она работает, мне было очень интересно. И, конечно же, я не смог предполагать даже в тот момент, что когда-нибудь я вернусь в этот цех, но уже в качестве работника цеха, даже его руководителя. Дмитрий с детства знал, что пойдет по стопам родителей и станет металлургом. Еще со времен детского сада он и его сестра Татьяна помнят часто звучащее в семье такое необычное для ребенка слово «завод». И только потом, по мере своего собственного взросления, по мере вхождения в жизнь, мы начали уже понимать, что завод – это огромное предприятие с огромной ответственностью тех, кто там работает. Постепенно мы начали понимать о том, что это масштабно, это интересно и, наверное, это то, что нас ждет в принципе в будущем. Семейное дело они продолжили сразу после школы. Параллельно работали на ПНТЗ и учились в институте. Сейчас общий стаж династии Потаповых – 120 лет. Традиция продолжилась и в третьем поколении. Несколько лет на предприятии трудились дети Татьяны. Ее дочь Дарья пришла на новотрубный после учебы. Правда, позже решила уйти в творчество. Стала художницей. Эту красоту сделала моя дочь. Это получается акриловыми красками, она разукрашивала пластинки. Я не знаю, как пришла эта идея ей, но вот очень интересно получилось. Уже несколько лет девушка живет в Екатеринбурге, но работу на предприятии вспоминает с любовью. А в День Металлурга каждый год звонит поздравить маму и дядю. Всего на Первоуральском новотрубном заводе трудится более 40 династий металлургов, в которых на предприятии работали минимум три поколения. А вот это кто маленький? А это династия Тимофеевых, потомки самых первых металлургов Среднего Урала. История семьи уходит корнями еще во времена Васильева-Шайтанского завода. Глава династии Герман Васильевич металлургией вдохновлялся еще с детства. Хорошо помнит, как в военные годы его отца и дядю отказывались брать на фронт. Их рабочие руки были нужны предприятию. В 50-е Герман Тимофеев пошел продолжать дело предков. На ПНТЗ проработал 46 лет. Трудился начальником смены в трубоволочильном цехе. 250 человек под его началом стали единым дружным коллективом. А секрет успеха прост. Хорошо общаться с людьми, чтобы люди тебя понимали. А чтобы ты людей понимал, скорее всего, и тебя люди будут понимать. Вот это самое основное. Семейную историю металлургов Тимофеевых сейчас продолжает дочь Германа Васильевича Наталья. Она представитель уже четвертого поколения рода на предприятии. Работает инспектором по контролю качества. Говорит, общий трудовой стаж их семьи составляет 236 лет. Эту цифру Наталья вместе с мужем собираются увеличить минимум до 250. Опыта много. Знакомых много уже. Где-то с кем-то раньше работали, учились. Ну и раз сейчас много опыта, то получается делиться с ним этим опытом. Надо с вновь пришедшими людьми, молодежью. Семья Чернышевых как раз одни из них. Это молодая трудовая династия. Ее рабочий путь начался в конце 70-х, рассказывает Ольга Чернышева. Первой на новотрубный завод устроилась мама, затем старшая сестра, потом и сама Ольга. Начинала контролером, сейчас уже руководитель отдела. Когда молодой, кажется, свернешь все горы, вот, наверное, из-за этого и посоветовала своим детям тоже продолжить, вернее, начать свою трудовую деятельность на заводе. По стопам Ольги пошли и оба ее сына. Старший Иван трудится на предприятии уже 13 лет. Младший Никита 4 года. Молодой человек был одним из первых участников программы «Стажеры», в рамках которой студенты старших курсов и выпускники ведущих вузов России могут начать карьеру в группе ЧТПЗ. Туда берут успевающих студентов, ну, выпускников уже. То есть я как раз задумался об этом после института. Ну и решил попробовать, подал документы, сходил на собеседование, пообщался с главным механиком там завода. Ну, он сказал, то есть нам такие хорошие специалисты нужны. Давай, иди работай. Сейчас из-за пандемии коронавируса Никита работает удаленно. К работе с документами иногда подключается и его племянник Арсений. Мальчику всего 10 месяцев, но Чернышевы уже догадываются, кто продолжит семейную династию примерно через 20 лет. Никита Нехорошков и Денис Хромцов. Новости Первоуральск. Новости Первоуральск. Новости Первоуральск. Новости Первоуральск.